Сможет ли взрывная волна расщепить две пластинки Лего? Ответ на этот вопрос в этом видеоролике. Давай начинать! Наступить на деталь Лего это не единственная боль, которую может принести всем известный конструктор. Существует также вот это. Каждый, увидев эту картину, испытывает фантомные боли. Ведь сколько было сломано ногтей, пальцев, зубов, чтобы расщепить это адское соединение. Но почему это так тяжело? Все дело в механизме сцепления двух деталей. Большинство деталей Лего состоит из двух основных компонентов. Шипов сверху и трубок внутри. Шипы кирпича немного больше, чем пространство между трубами и стенами. Когда вы прижимаете кирпичи друг к другу, шипы выталкивают стены и трубы внутрь. Материал, из которого сделано Лего, упругий и хочет сохранить свою первоначальную форму. Поэтому стены и трубы прижимаются к шипам. Трение также играет роль, препятствуя раздвижению двух деталей. Рассоединить стандартные детали Лего достаточно просто. Для этого нужно повернуть один из кирпичей по часовой стрелке, а другой против часовой стрелки, чтобы разъединить блокирующие соединения. Трудности же возникают с плейтами. При попытке их расщепить, мы сталкиваемся с проблемой слишком маленького момента силы, потому что высота плейта в три раза меньше стандартной детали, а значит рычаг силы втрое меньше. Но компания Лего попыталась решить этот вопрос, выпустив инструмент под названием сепаратор, который увеличивает плечо силы и облегчает свою работу с деталями. Но его магия не действует на два одинаковых плейта, соединенных вместе. В интернете можно найти множество способов разделения этих элементов, но я решил проверить самый интересный, устрою взрыв на стыке двух деталей. Для этого я подготавливаю несколько испытуемых. В качестве детонатора буду использовать пиротехнику разной мощности. Для эксперимента я оборудовал небольшой полигон для своей безопасности, ведь с пиротехникой нужно быть очень аккуратным. При несоблюдении мер безопасности, она может нанести серьезные травмы, поэтому я крайне не рекомендую повторять увиденное. Итак, начнем первое испытание, взяв небольшую петарду. С плейтом 1х1 ни почем такой взрыв. Следующим же испытуемым также безразлична такая нагрузка, поэтому есть смысл увеличить мощность взрыва. Петарду я приклеиваю с помощью изоленты к стыку деталей, чтобы добиться максимального эффекта. Такая петарда не смогла разделить два плейта размерами 4х2. Для плейтов 2х3 такой взрыв тоже не вызвал никаких последствий. Попробую пластину побольше. На этот раз удалось получить небольшую щель. Это придало мне надежды, и я решил добить эти детали. Приклеил петарду с другой стороны. Но они все равно до конца не разделились, поэтому я просто разделил их руками. После этого я решил еще добавить мощности. На этот раз находиться в одном помещении с этим было уже страшно. Но деталям лего видимо наплевать, потому что между ними не малейшие щелочки. Я думаю, что это связано с тем, что такая петарда дает чересчур рассеянный взрыв и мало воздействует на стык. Для эффективного расщепления нужна концентрированная мощь. В этом мне помогут вот эти малютки. Ну что ж, давайте проверять. Я вижу одну часть, но не вижу второй. А это значит, что все получилось. А вот и вторая часть. Все получилось, но для полной уверенности нужно провести еще несколько тестов. И снова все удалось. На замедленной съемке даже видно, как разлетаются две детальки. В принципе, можно сказать, что метод рабочий. Но посмотрел следующий тест, появляется сомнение в его эффективности. После взрыва элементы не только разделились друг от друга, но еще и сами по себе. Кроме того, пытаясь таким образом разделить детали поменьше, можно столкнуться с проблемой поиска деталей. Взрывной волной их отглацывает куда ни попадя. После этого взрыва, например, мне удалось найти только один плейт из четырех. В общем, разделить детали лего с помощью взрыва возможно, но это не очень эффективно и опасно. Ускоренные взрывом элементы могут нанести вам травмы, не говоря уже о самом взрыве. Поэтому лучше научиться пользоваться сепаратором или просто смириться с тем, что эти детали будут вместе навсегда. Убирайте за собой лего, смотрите под ноги и не скрепляйте плейты одного размера вместе. Спасибо за просмотр. Пока!